девочки 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 в ютубе Welcome to the girls club We need a card Красную У меня мой телефон не включился он просто не работает Если может быть рай, то он такой Ура! У нас все пришло! Уху! Не разгоняйся Не разгоняйся Настя! Это вообще шкварки Шкваркоты Завели меня, ну что ж такое то Вуааааа Алеша Welcome to the girls club Ты успела? Ааааа Тихо Аааа ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня настроения вообще нет. Телефон так и не включился. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я проснулась в хорошем настроении, но перестала ли Аня набежаться на меня? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Боже, как классно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прям если может быть рай, то он такой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброе утро. О, привет, Анечка. Как дела? Привет, сыночка. Хорошо. Как ты спала? Прекрасно спала. Все, после самолета так как-то у Саши была. Боже, посмотри, я отечная, у меня реально ручки как колбаски. Да, нет, у меня уже прошло. О, спасибо, ты уже нарезала. Давай, нарезала. А где Настя? Ну, давай там по своим делам. Мойте. Что вы, понадувалась, на разговариваете? Лида, ну, ты знаешь, что я переживаю за работу очень. У меня мой телефон не включился, он просто не работает. Слушайте, понятное дело, что я не планировала отопить ее телефон. Ну, это же прикольно, мы только приехали, она еще кричала, вода, вода, хочу помыться. Помылась. Видимо, залился водой. И, понятное дело, что я переживаю, потому что у нас же с Настей, во-первых, наша коллаборация. Плюс у меня еще проекты. Я не могу не ответить, понятно, знаешь, ну, плюс перелет, я просто устала, честно. А, Нитька, солнышко, ну, уже ничего не сделаешь, ну, она же пошутила. Я знаю. Она пошутила, она, знаешь, как-то внезапно, она... Я знаю, это же Настечка. Не дуйте, все равно уж это, дышу, вот это понадувались, такая ерунда, мелочь какая-то. Привет. Привет, привет,очка. Привет, Беечка, сварим. Ой, все хорошо. Что ты на настроении, Санечка? Нет, все хорошо. Все хорошо? Угу. Ничего не болит? Нет, все отлично. Никто не ругается, не дуется, вот такое бывает. Мы просто устали. Я думаю, что мы устали. Ты же знаешь, что я тебя люблю, котенок. Я тебя очень люблю. Прости меня, если что. Ну, ты меня, котик, на самом деле, у нас был очень тяжелый перелет. Сколько мы сидели в этом аэропорту, я уверена, что это джет-вага еще. Котик, у меня отекли так ноги, что я еле... Я тебя люблю. Вот так вот. Тим-тим. Тим-тим. Да. Вы же знаете, что девочки, они такие девочки. Всегда могут это повздорить. Вот. Я очень рада, что мама была с нами и смогла нас победить, потому что она мудрая. А еще я вам что-то хочу по секрету. Тихо, дожмай, а нас дай-то никому. Короче, девчата, смотрите, мне так нравится вот этот цветок. Я его хочу украсть. Можно вот так вот отрезать? Настя! Лида, как ты будешь его перевозить? Подожди, я возьму его в тряпочку заверну, в мокрую, и в косметичку. Ты его хочешь срезать? Ну, так, отрежу. Слушай, ты знаешь, она в Турции срезала действительно тоже акацию. Очень красиво, фиолетовый, знаешь, который так снял. Всползает очень красиво. Ну, как вы думаете, у меня нет? Я не знаю. Я не совета? Не знаю, Лидка, ты знаешь, в некоторых странах ракушки даже нельзя вывозить. Кстати, девочки, у нас нет продуктов, и нам надо что-то приготовить на обед. Да. И нам надо выехать вообще. Я уже собрана, давайте вы уже будете одеваться. Да, нам надо, пожалуйста, собраться. А ты что, в бассейне купалась уже? Да. Я немножко бы закрыла. Ну что, на чем едем? Я думаю, надо взять велики, я ведь тут все катаются. Нет, на скутере давай. Мы же на острове. Косик, я не поеду на скутере, но это очень опасно. Ты что, с ума сошла? О, начинайте опять ругаться. Вы как хотите, я только или пешком, или на машине. Или пешком, или на скутере, или на велосипеде. Но все равно, в любом случае, рентал, всякие эти штуки, они все равно там. Идем. Смотрим. Я бы могла посмотреть, но у меня нет телефона. У меня есть телефон. Смотри, пошли. Классно, да? Классная штучка, телефон такой у меня есть. Слушайте, я понимаю, что телефон нужен и важен, всегда всем. Понятное дело, что я сделаю так, чтобы моя Бубличка, моя Анечка была счастлива. У меня есть идея. Так, рент-э-байк есть. Смотри, девочки, поехали на велосипеды. Никто с ней катается на мопеде. Настя, похвачит, ну, дети уже. Ну, не будем мы на велики ехать, уже идем пешком. Нет, так мы пойдем сейчас в основном. Мы не знаем, где взять эти велики. Я знаю, вот, я нашла. А, ты нашла? Ну, да. Давайте снимем машину. Сначала дойти надо ждать. Снимем машину. До этой конторы. Котик, ну, что машину снимать? Тебе классно на велосипедах кататься. Господи, пристала с этими великами. У тебя и дома велики. Ну, и что? Так у меня дома и дом. Что теперь сделать на улице? О, ветер. Вот, что бы ни говорила. Аня, ведьма. Аня, мы только вышли. Ты уже вздеваешься? Аня, на полчаса рассчитывай, будем топать. Давайте ускоримся. Давай, ускоримся. Давай. Я могу ускориться. А, подожди, Лидочка. Она же на платформах. У нас тянули дуги. Хорошо, что они на каблуках. Для нее биг ты будешь. Смотри, вау, боже, они накрашены все. Накрашены и праздник. Так, тихо, а то сейчас украдут. Она показывала 15 минут. Я не знаю, почему так. Боже, карамут. Может, у кого-то узнаем или спросим? Я думала, что это быстро. Может, спросим у кого-то? Нет. Ты не кого спросить. Ты видишь, кого спросить? Ну, а что ты психуешь уже? Мы все в одинаковой ситуации. И мы идем, 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 идем. Как можно было вообще так планировать свой маршрут? Девочки, я хочу отдохнуть. Извините. Слушай, ну, может быть, мы сейчас дойдем уже? Мне кажется, что тут зубы. У меня уже... У меня уже... Солнечный удар. Солнечный удар. Мне тоже жарко, но я хочу просто уже дойти. Боже, это не оно? Вон, Рент-Сар! Боже, слава богу, Лида, все, пошли. Е-е-е, мы сделали Лида. Добрый Ли, о боже. Никогда больше они пойдут пешком. А я. Не правда. А-а-а! Прокладно, прокладно! Компион! Это самый счастливый момент в последствии! We need a car! У-у-у, красную! Вот это. О-о-о! Какая же зажигательная музыка! Я не могу остановиться танцевать! Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е! Порадовались? Пошли! На свобнях? Мы с вами с вами с вами с вами! Нет барсов. Да, а что вы звали? Нет у них машин. Да, я так же шутка запутала. А, и думай, и кто думает, если это может быть пугать на дарфетах? Все У нас будет тачка. Лерчик, ты сможешь на ней поездить? Вот это дорогая тачка Ю-ху! Хорошо, что хочешь Глядь, как пуля Рязачки В этом городе рулят Девочки, девочки, девочки Девочки, рулят Девочки, рулят Девочки, рулят Девочки, девочки Вон он за прибытием Вон он на лево Девочки, рулят Мафия, девчонок, холодные смири и джуки Влезная луна на небе, ночь наша свиста Крапта, девочки, рулят Я могу разве же вот так вот, блин офигенные штучки, прям красивые, там можно будет потом на салене работать, идемте искать морепродукты, морепродукты, да, это хорошая идея, вот они, девочки, давайте арбуз, нет, в смысле нет, потому что там сахар и вода, будешь вот такая, положи его быстро обратно, быстро, тогда я возьму шоколадку, нет, там нет ни воды, ни сахара, давай, давай, это из кукуруза, честно, так и что делать в Мексике, только когда едят, я с тобой согласна, я тоже себя устраиваю, я тоже хочу арбузы, я тоже хочу сладко, я точно так же хочу, просто не хочу, чтобы гребли, приехать в Мексику и жрать хлеб, а не арбуз, это тоже странно, Масяк, возьми, я с тобой, нет, там сахар и вода, мы с тобой потом спрячемся от Насти и съедим арбузы, В свою тележечку, просто я вам объясню, не зря мы с тобой кумы, да я вам объясню, хорошо, я вам объясню, дело в том, что они нагребают потом кучу всего, и кроме плохой еды в доме нет ничего, поэтому надо взять много хорошей еды и чуть-чуть плохой, Я тренирую свою, как это называется, силу воли, то есть она будет лежать, я ездить этого не буду, а возьми еще пару пачек других, пожалуйста, спасибо, Лера, мам, подожди, Лера, зачем ты это положила, Я уверяю вас, я сейчас найду где-то Аня, Аня, бля, хамуха, Ой, я забыла, это не моя тележка, Да, да, это не моя, я тренирую силу воли, это Настя, нет, Настя, это морковные, можно хоть морковные оставить, бля, хамуха, Боже, это вообще шкварки какие-то, шкварка ты, Мы сюда не идем, ой, что-то упало, шкварок нас вискался, смотри, Идем, уходим, 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 давай, уходим А вот для ризотто все взяли? Вроде бы да У нас сегодня очень много чего связано с едой, поэтому мы решили пообщаться с экспертом Ну, тем более, честно говоря, мне все время спрашивают одни и те же вопросы, да и в принципе эти вопросы всегда интересуют всех, и меня тоже О, подключилась Альбина Альбиночка, привет! Привет! Привет, привет, спасибо, что пригласили, с удовольствием отвечу на вопросы И надеюсь, что какие-то темы мы поднимем, откроем, разрушим мифы, которые сейчас очень популярны, особенно в интернете И я думаю, что мы все-таки определимся, где правда, а где нет Я вообще хочу спросить, нужна ли диета? Какая она должна быть? Можно ли себе позволять, чтобы в этом не было этих срывов? Очень много сейчас акцентирую внимание на том, что диеты не нужны И несмотря на то, что я диетолог, да, то есть в моей профессии уже есть слово диета Диеты не нужны и вот абсолютно, я бы сказала, прям противопоказаны вот сейчас, в данное время Но я всегда говорю, давайте ставить цели по питанию, по пищевым привычкам Там я перестаю там есть сладкое или там вожу сладкое к минимуму Надо начать с того, чтобы поменять мышление И понимать то, что диета, похудение, снижение веса, это не к лету, это не к празднику Это надо принять себя, полюбить свое тело Что есть на отдыхе? Вот, допустим, мы сейчас в другой стране, где куча соблазна, естественно, хочется сладкое Естественно, ты наливаешься, еще выпиваем алкоголь Понятное дело, что мы там его не пьем в каком-то огромном количестве Но нам достаточно того, что мы выпиваем Он задерживает жидкость И вот просыпаешься вот с такими лицами, естественно, такой нос Надо позволить себе во время отдыха немного набрать Ну, не в плане позволить, да, вот я приезжаю, наберу 5 килограмм Но не надо этого супер бояться, потому что питание на отдыхе, оно не типично для нас И если мы дома едим нормально, и на отдыхе мы набрали 2 килограмма Вот потом я приехала домой, я просто стала жить, как жила до этого Я не стала худеть, я просто у меня ушли вот эти шведские столы, алкоголь Я просто стала жить, как живу Это 80% успеха зависит от нашего питания Потому что нет значения, в какое время мы едим какие продукты К сожалению, этот миф очень-очень старый Пошел еще с того, я помню, когда я была подростком Была такая система, популярная минус 60, когда все недели после 6 И с того момента пошло, что нельзя есть углеводы вечером Но на самом деле наш организм, он в любое время, абсолютно, даже ночью в разбуде Усваивает абсолютно любые питательные вещества Иначе так вы меняете, допустим, часовые пояса И ваш организм все равно усваивает эти углеводы Да, он там перестраивается, гормональные перестройки, но все равно они усваиваются И очень важно, и сейчас последние научные рекомендации говорят о том, что мы не должны оценивать прием пищи отдельно То есть на ужин хлеб, ой, это плохо Мы смотрим на весь день в целом Если за весь день из углеводов съедено там этот кусок хлеба, там еще чуть крупы или какие-то макароны В целом за день это немного То есть это физика Если мы тратим больше, чем получаем, то мы будем худеть И не важно, этот хлеб мы съедим на завтрак или на ужин То в течение дня мы можем распределять еду как хотим Двигать его куда хотим Но в целом, в целом, просто не должно быть переедание Мы, кстати, сегодня планировали готовить ризотто Вот, это, кстати, для меня тоже не свойственно Но решила на отдыхе позволить себе Вот, потому что в ризотто ты добавляешь пармезан, там сыр и так далее Я бы хотела, чтобы закончилось все это положительно, а не так Ну вот, опять ничего есть, не разрешу Нет, наоборот, я сейчас пойду и съем шоколадку И буду думать о тебе И я И я После общения с диетологом я поняла, что можно и нужно позволять себе мелкие шалости и вкусные радости Что вы сегодня готовили? Ну там, ризотто 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 Ну, я, в принципе, его чуть-чуть не готовила, но... Ну, попробую А ты же, Саня А ты же? Да Она, наверное, моется без конца Аж придевается 300 раз на день Правда, я тоже такая Не переживай, я сейчас буду... Бублик! Чего вы кричите? Аня, мы тебя ждем, смотри, вот ризотто ты нашим командовать будешь Девочки, я без телефона как без рук Господи, ну ты задолбала Давай я тебе свой дам Я чувствую, что так оно и будет Слышишь, а ты можешь сказать... Задание, психия А что происходит? Оррер Субтитры создавал DimaTorzok 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 Для ризотто вам понадобится сковорода, где рис вы перемешаете с бульоном. Мы делали бульон из курицы. Вы же можете взять за основу другой бульон. Также добавляем вино. Обязательно белое сухое. Добавляем оливковое и сливочное масло по вкусу. Я люблю побольше. Лук и чеснок также придаст невероятного вкуса и запаха нашему блюду. Солим и перчим. Настичка, я помню, как ты вообще резко решила заниматься и худеть. Настя, ну давай я вам честно сказать. Если бы я не села и не решила, то никто бы из вас не решил. Я ничего не поменяю. Сто процентов. Но я помню момент, когда я уже была не то что на пиковом, в пиковом своем размере. Но у меня тогда получилось делать минут 16 благодаря тебе. Потому что я начала правильно питаться, заниматься спортом. Отвариваем кальмары в маленькой кастрюле от одной до двух минут. Добавляем в блюдо, когда ризотто готово. Посыпаем пармезаном. Не жалея пармезана. Много пармезана. Приятного аппетита. Девочки рулят везде и даже на кухне. Надо выпить что-то вкусненькое. Давай, давай, давай. Боже, как здесь классно вечером. Не жарко. Спасибо. Давай вилку. А, мы не взяли ложку накладывать ризотто. Да. Я сейчас приду. Давай. Ложка. Ей. Котика, у меня есть еще один для тебя сюрприз. Сегодня день сюрпризов? Да. А ну-ка. Я починяла твой телефон. Нет! Нет! Да. Ты серьезно спрашивай. Вот куда ты ездила и не захотела меня убрать. Я же думала на тебя обидеться. Да ему надо было все просушить, слава богу. Я его не могла найти и я боялась кому-то сказать, потому что я не понимала, куда его... Она не ездила. Боже, котик, ты самая лучшая в мире подружка. Это лучший вечер в моей жизни. Боже, он даже включается. Экран, ты самый красивый экран на день. Наконец-то уже не будет тема телефона. И я уже не буду вам нудить. Я тебя понимаю, потому что я знаю, что такое быть без связи. У меня такое же тоже было. О, включился, да? Мне страшно представить, сколько сейчас придет сообщений. Она, давай. Готовы? Ура! Ура, 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 ура. 753 в Telegram. Это будет. Просто это столько чувствуешь. О, Настя, у нас есть повод выпить. Всю нашу коллекцию раскупили. И мы дошиваем еще. Так, давай все сообщения читать. Ну и все, а ты тут... Котик, так это мы дошиваем уже третий раз. Я безумно счастлива, что мы с Настей запустили нашу коллекцию, нашу коллаборацию. И я так волнуюсь, чтобы все было идеально. Чтобы у нас все получилось. Меня просто разорвало на куски. Не отнимай уже! Не отнимай! Не отнимай! Мы с вами с Алисой. Меня просто не гибель. Субтитры сделал. Спасибо.